Хочу показать вам два работающих лайфхака с мукой и ситом. Друзья, вы наверняка сталкивались с такой ситуацией, когда хочешь просеять муку, хочешь обогатить ее кислородом, хочешь, чтобы все было чистенько, насыпаешь муку в сито, тресешь вот так вот, и все вокруг твоей миски покрывается толстым белым слоем. Так вот, я сейчас покажу, что нужно сделать для того, чтобы этого не случилось. Для того, чтобы просеять муку чисто, нам нужен стакан. Но тут опять же мы сталкиваемся с проблемой. Я хочу зачерпнуть стаканом муку, но туда у меня не пролезает рука. Или же я пытаюсь насыпать муку в стакан, но вы понимаете, тоже есть риск, что мука просыпется, и поэтому я буду использовать вот такой вот венчик. Итак, опускаю венчик в пакет с мукой, немножко слегка прокручиваю, вытаскиваю и перекладываю. Наверное, надо сделать это несколько раз, но в принципе, в принципе, насыпается неплохо. Вот, вокруг ничего лишнего у меня не появилось. Теперь стакан с мукой я переворачиваю и делаю вот такое движение. Кручу стаканом, и мука сыпется, примерно как будто бы вода льется из крана. То есть, мимо мисочки у меня уже ничего не просыпается. Вот такой двойной лайфхак с мукой и ситом хорошей вам выпечки, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok